Что-то Юра меня очень беспокоит. А чего случилось? Что случилось? А ты когда последний раз в его дневник доглядывал? Тебя вообще интересуют его отметки? Конечно. Да? Хотя, конечно, у кого я спрашиваю? Господи, ты о собственной жене-то не беспокоишься. А почему? Ах, ты забыла, что я три дня назад за картошкой тебе ходил? Один раз ходил и уже десять раз напомнил. Да и то картошка оказалась пропавшей. Ай, не так. Важен душевный порыв. Вот, вот и прояви второй раз в жизни за сорок лет. Свой душевный порыв. Ой, Господи. Хотя, кого я спрашиваю? Кого я прошу? Ну, ладно тебе. Ну, он же не кизейная бабушина. Он все-таки мальчишка. А мальчишек бывает и тройки, и двойки. Ну, а как же? Это в их характере. Ну, конечно. Да, конечно, конечно. А потом их несчастные жены наблюдают, как они с камерами по свадьбам бегают. Да, надо было подумать хорошенько, прежде чем жениться. Ну, похоже, что думать в нашем доме, это мой удел. А ты подумал, как ты своим родственникам в глаза смотреть будешь. Сегодня он двойку получил, завтра он девицу в дом приведет. Ну, что ты? Хорошо, все, все, берусь за воспитание. Прямо с сегодняшнего дня. И начнем с того, чтобы пару примерчиков из своей школьной жизни. Вот только не надо. Ребенку нужно хороший пример. Здравствуйте. Привет, Юра. Как в школе дела? Пойду обметр закрыть. Как дела в школе? Все нормально. Ремонт заканчивают. Да, на днях физрук ногу потянул. Ну, видишь, нормально все. Так, Юра, что случилось? Ну-ка, покажи дневник. Чего вы там не видели? Пятерочек. Аркадий Борисович, вы что, в мой дневник заглянули? Конечно, заглянули. Юра, ты как с дядей разговариваешь? Он же за тебя переживает, да ведь? А, да. А, да, ты что, знаешь как? Это, ты чего тут, это, двойку, что ли, получил? Да, по математике, задачу не смог решить. По математике? Как-то странно даже. Ты же деньги хорошо считаешь. Ну, сказали, к понедельнику задачу решу, двойку исправят. Это, я ведь сам не справлюсь. Дядя Аркадий, помогите мне задачу решить, пожалуйста. Нет, Юра, по математике нет. Сам дров наломал, сам это. Я вспомнил. Я тут как-то в школе парту разрисовал. А, так вот, значит, чем вы в школе занимались. Да, нет, дядя Аркаша посещал урок, урок юного художника. А? Да, кружок художника, Юр, потом курсы плотников, потом электриков. А, так может, вы на это, розетку нам почините? Ну-ка, марш обедать, а потом уроки учить. Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Привет, Таня, что к Марине? Нет, мне Юра уже сказал, что Марины нет. Я просто так решила зайти, поздороваться. Светлана Алексеевна, можно у вас туфли помыть? А то там на дворе грязь не пройти, не проехать. Пойду двор помою. Ты что, какой двор? Так, ты лучше кухню получше мой. Танечка, что стеслось? Вроде дождя нет, там что, труба пить прорвало? Кажется, это Юрину предприимчивость прорвало. Я только до подъезда частную мойку машин открыл. Ну что есть такого? Я соседу машину помыл. Вот правильно моя бабушка говорит. Нельзя целыми днями по телевизору одних олигархов показывать. Влияет на детскую психику. Как будто на нее секс в большом городе хорошо влияет. Что за шум? Раки нет. Ладно, все, я пошла. Будет передать Марине, что я сейчас исходю. Аркадий, Аркадий, ты посмотри. Юра нанялся мыть чужие машины. Ну поговори с ним, как мужчина, с мужчиной. Во-первых, это отнимает время от учебы. А во-вторых... А во-вторых, пусть дядя Аркадий мне вернет деньги, которые должен у меня на штатив. Почему? А потому что я должна вернуть соседу аванс. Я ведь ему пообещал месяц его машину мыть. Месяц? А почему? Нормально, а что? Я тут ничего плохого не вижу. А? Да? 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 Да. Так, сегодня он машины мает, завтра он в школу заброшит, а послезавтра в бандиты подал. А бандиты сколько получают? Ну-ка ты уже, как знаешь что, вот иди уроки делай, понимаешь ли. Правильно, Горя? А с соседом я разберусь. Ага, да и вы его не видели, какой здоровый. Да ничего, я что, зря полгода в секцию бокса ходил? Ты же говорил, Месяц. А с тобой дома. Привет. Ну что нового, Юрий? Слушай, Анри, я тут это, двойку схлопотал. Это не нового, а нового что? Можешь мне помочь решить задачу? Ну, чтобы двойку исправить. Я тебе помочь решить задачку? Ну, а почему бы и нет? Давай. Ну, надо, да? А я побежала, мне еще машину надо будет. Не-не-не, подожди, какая машина? Сиди. Неужели ты думаешь, я буду, я буду за тебя задачки решать? Вот. Вот тебе книжки. Грызи. Это Лобачевский. Это Сканави. Так, это тебе еще рано. Все, время пошло. Давай, давай, давай. Слушай, по-моему, уже макулатуру давно никто не сдает. Послушай, Юрий, это очень умные, полезные книги. Послушайте внимательно. Вот осилишь эти книги и любую задачку за 2-3 минуты решишь. Понял? Все, время пошло. Пока я их осилию, меня уже в армию придут забирать. Вообще, я не позволю какому-то наглому мужичонке. Вот он. Какому солидному, интеллигентному мужчине. А, Юрий, привет. Машину мыть пришел. Ну, понимаете, дядя Миш, тут такое дело родственники не разрешают. Да ладно, не проблема. Бабки вернешь и свободен. Юр, я подумал, а что ж не помочь-то вот такому вот интеллигентному, замечательному мужчине, а? Ой, у меня молоко сбежало. Дядя Антюш, вы же мне сами сказали, чтоб я уроки учил. А, ну да, ну да. Завтра ты... Михаил, он завтра машину помоется. И шампунем. Бабки уплачены за сегодня. Машину мыть надо сегодня. Дядя Аркаш, ну мне столько там учить надо. Мне еще, это, такая, думаю... Ладно, подсунул книг столько. Ладно, все, я побежал. Э-э, Юр, ну ты куда пошел машину мыть? Кто будет за тебя? Пушкин, что ли? Дядя Аркаш, ну ты куда пошел машину мыть? Кто будет за тебя? Пушкин, что ли? Так что она сиять должна. Каждый день. И что, находится покупатель? Я к тому, что не каждый позволит себе вот такую красавицу. Точно. До трех управишься? А чечевицу перебрать не надо. Что? Я эту... Шутку у меня такая... Тетя Цвета, а вот я только что сейчас посмотрела такую передачу. Там, значит, говорили, что женщины намного глупее мужчин. Знаю я эту передачу. Утренний разговор с Аркадием Парамоновым. Много лет я смотрю. А еще там говорили, что у женщин не развита такая часть, главное, за математику. Да? Глупая какая-то передача. Нет, нет, нет. Вообще-то, женщины разбираются в науках гораздо лучше мужчин. И много там у примеров. Вот Софья Ковалев. А кто она такая? Она ваша подруга? Может, она мне поможет задачу решить? К сожалению, Юра, Софья Ковалевская тебе уже ничем не поможет. А знаете, тетя Цвета, я думаю, вы правы все-таки. Вот то, что вы сейчас про женщину сказали. Вот Коляк Анри подошел, он не смог вообще эту задачу усилить. Может, вы ее сможете сделать? Ну, давай, конечно. Но вообще ты сам должен... А я в кухню уберусь. Да? Ну, хорошо, давай. Где? Какая? Вот она. Ага. Так, так, так. Так, что здесь у нас из пункта А в пункт Б выехал велосипедист? А из пункта С в пункт Б автомобилист. Через какое время они встретятся, если... Ну, это же просто. Ну, ну что, вот здесь нужно сложить, а здесь вычесть. Так это лицательное число получается. Ну, тогда вот здесь вот умножить, а здесь разделить. На ноль делить нельзя. Ну, господи, какая-то глупая задача. Вообще-то я учитель музыки, а не тренер велосипедистов. Откуда я знаю, как они ездят? Да, в какую-нибудь часу посидишь? А то мне в комнате надо убраться. Так Марина уже убралась? Да? Ну, вообще-то еще обед приготовить. Так ведь утром уже. Да? Ну, мне еще надо постирать, погладить. Вот, вот. И тараканов еще потравить. Тараканов же у нас нет. А если не травить, будут. Марин, помоги мне, когда я все решила. Ну, вот. А кликала тут все студенты. Ладно, Юра, что у тебя? Пункт А, пункт Б. Велосипедисты. Сейчас, это мы в два счета решим. Давай, ручку. Так, сейчас пункт. Сейчас, сейчас, сейчас. Там отрицательное получается? Угу. Мы сейчас нарисуем, так будет проще. Так, красиво. Ну, ты знаешь, не проще. Если он на таком велосипеде поедет, то они никогда в пункте Б не встретятся. Знаешь что, Юра? Мы вообще-то самую математику решаем, а не в третяковку картину вешаем. И вообще, обратись к Анри. У него там в Гарварде наверняка и по рисованию пятерка была. Я к нему уже обращался. Он к мне отмазался. Дал мне такую кучку макулатуры. И смылся. Куда это? Ну, почем мне знать? Может, жертву кого-нибудь приносить. Может, бананы сажать. Юра, не говори ерунды. Если Анри тебе дал учебники, значит, так надо. На. Ничего он не надо. Он просто не мог решить эту задачу. Я еще говорю, что что-то там, что же он закончил? Гарвард. Вот это память. Слушай, реши, пожалуйста, задачу. Нет. Ну, я тебе посуду буду мыть неделю. Две. Десять дней и точка. Четырнадцать. Ладно. Ну, помощь, Аркадий Борисович. Чем это вы тут занимаетесь? Вот. Вышел свежим воздухом подышать. А губка зачем? Губка. А ты знаешь, какой в Москве воздух? Просто один угарный газ. Вообще рекомендуется дышать через мокрую губку с пеной. А джерка вы прихватили, чтобы песочницы поковыряться. Ага, точно. То есть, то есть нет. Калитесь, Аркадий Борисович. Машину я молотаю. Машину. Так это значит ваша, а не Юрина затея. Чужие машины мыть. Конечно, моя. Это знаешь, это же не чужая машина. Да, это моя машина. Да ладно. Это Опель. Вот купил, а он такой весь грязный. Я решил только сейчас красоту вот наведу. Что-то мне Марина об этом ничего не говорила. Так она и не знает это. Никто не знает. Это вообще просто сюрприз. Хорошенький сюрприз. Вы тут машины покупаете? А Марина недавно у меня денег на продукты. Я попросил, потому что я вот собрался купить, так раз смотрю, все, денег притык, продуктов нет. Это все, это и попросил. Ну, с обновочкой-то на вас. Спасибо, Таня. По чем брали-то? Таня, по дешевке я брал. А где? Вон там, в магазине брал. И на Марк? Вольксваген. Вольксваген. Что это, что это? Ну да. Опель, Вольксваген, это все один концерт делает. Я, знаешь, знаешь, купил Опель, да? Приехал все. О, так это ж Вольксваген. Ну да, не здесь, не здесь. Таня, у тебя обеденный перерыв не заканчивается? Да нет, я отпросилась. А вы машинку-то застраховали? Нет, не застраховал. Что же это такое? Вот спасибо, что напомнила. Пойду сейчас застрахую. Пожалуйста. Ой, переключи, там сейчас клевый фильм будет. Ты что? Ты что, какой фильм, Юра? Ты должен задачу из нее решать. Давай, давай, Денис. Там Марина сейчас мне решит все. Так, ну Марина не очень сильна в точных ног твоем изведении. Ну, не знаю, не знаю. Уж посильнее тебя будет. А что? Она сама так сказала, когда увидела книжку, которую ты меня дал. Говорит, как залопит. Что за ерунду он тебе подсунул? Чего его только в Гарливе учили. В Гарварде. Ну, не важно. Главное, что ничего не научили. Это сказала Марина, да? А то. Иди, говорит, братик, отдохни. А я с тебя пока здесь сделаю. Я что, не понимаю, что ли, что тебя там заваливают работой по дому, машины мыть заставляют, уроки. Да, 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 да. Тебя заставишь. Ну, не знаю. В общем, говорит, кто, кроме меня, тебе еще поможет? Точно уж не Анна Рива. У них там Санзи Бурундий из пункта А в пункт Б только на слонах ездит. И время только по солнечным часам узнаем. Ну так, посмотрели кинцо. И это сказала женщина, которая не может отличить столицу Чадо от Уганды, да? Я сейчас знаю что, Юра. Марина! Производная велосипедиста равна... Так. Нет, не так. Так, в системе координат. Маринечка, я больше не могу. Я тоже. Ты случайно не помнишь тригонометрические функции? Я ж не помню, как меня сейчас зовут. У меня перед глазами лидерки, трепочки вот эти. Машинки маленькие такие. Пи-пи-пи. А что ты здесь делаешь? Я в Муркину задачу решаю. Я уже скоро чокнусь. У меня велосипедист едет с отрицательной скоростью, а навстречу ему несется полтора автомобилиста. Встань. Пускай сам решает. Ха! Он не сможет. Тут Пифагор ногу сломит. Это шестой класс, все же элементарно. Знаешь, папа, если ты такой умный, взял бы и решил эту задачу. Я машину решал. Пусть мыл. Вот тряпкой мохать каждый может. А вот чтобы задачу решить... Это я-то не смогу. Это я-то не смогу. Ха-ха! Элементарно. Я в школе, вон, и в секции ходил, в кружки спортивные. А у меня по математике вообще пятерка была. Да-да-да, мама, мне что-то рассказывала. Тебе отличники списывать давали, а ты им за это пирожные покупаешь. Ха-ха! Значит, ну сколько получится здесь? Ха-ха! Я-то думал, я ты, а ты... Ты сама ездишь на слонах, понятно? Ха-ха-ха! Батюшки мои, а с этим-то что вы? Уже ничего не мы. Или посуду после завтрака. Ага! Ага, а это, а правила... Чего? Ну ты что, агредиенты скалярного поля? Поля? Вот это... Сейчас. Это Арнольд с окурсником. Профессор прикладной математики. Да! Ага, извини, слушаю тебя. Так, а дифференциалы высших порядков? Сейчас. Ну а что мне оставалось сделать? Видишь, даже профессор решить не может. Да-да, слушаю. Ах, ну конечно, правила Лопиталя. Ну а чем ты говоришь, Арнольд? Я любую задачу вот прямо с Лопиталя и начинаю. Слушай, духов Пифагора и Эвклида вызывает. Уж поможет. Ну спасибо тебе, Арнольдшка. Как ты там сам? Ничего? О-о-о, профессор. А машину когда купишь? Понимаешь? Молодец. Молодец? Ага. Ну давай, с меня причитается. Ой, слушай, тут у меня сосед машину продает. Она почти как новая, а главное чистая. Аркадий Борисович! Аркадий Борисович! Аркадий Борисович! Аркадий Борисович! Что ж такое творится-то? Э-э, слышишь, пришли тут ко мне. Давай, встретимся за рюмочкой сейчас. Ага. Пока, созвонимся. Что ж ты орешь-то так? Да машину вашу угоняли! Какую машину, зачем? Ну откуда я знаю-то? Мужик какой-то здоровенный такой. Сейчас я этому мужику всю физиономию. Быстрее! Интегралами, что даже на педали у меня тут не узнаете. И только не держите меня, знаете? Держи меня! Валючка! Тихо! Цепись от меня! Тихо! Тихо! И не подумаю! Караул! Чего тебе от меня надо? Цепись! Тань, Тань, послушай меня. Послушай, это, это я сейчас, это недоразумение, Михаил. Да я сейчас это недоразумение вот этой лужи искупаю. Я сейчас все объясню. Чего это вы ему собрались объяснять этому ворюге? Бери сонку! Чего? Танечка, это, это Михаила машина. Омыл я ее вместо Юры вот этого, этого, чтобы он от уроков не отвлекался. Понимаешь? Понимаешь, Тань? Ну-ка, давай, давай, все, все, дыши. Извините, я-то думала, что машину угоняют. А Марина ведь ее даже не видела. Я ничего не понимаю. Кто из нас сумасшедший, я, ты или она? Я. Я сумасшедший. Я совсем сбрендил с этим Юриной задачкой. Этот мотоциклист или велосипедист? Это велосипедист, который с отрицательной скоростью и... А ты откуда знаешь? Да знаю, потому что сама билась. Вообще. У меня племянница за нее двойку склокотала. Опечатка в задачнике. А? Чего? Ну, опечатка в задачнике. Опечатка? Да. В задачнике опечатка? Куда? Таня. Таня, родная! Все. Ты понял? Наконец-то сослатил машину Михаилу нашему профессору Арнольду. Можно расслабиться. Итак, подводим итоги. Машины больше мыть не надо. Задачку мы решили. Значит, никто не сошел с ума. Но главное, без трав. Кроме Таня. Я ее не специально в лужу. Затанцевался. Ну да. А что? А тебе нужно покупать новый задачник. А ты не сбегаешь, не посмотришь под окном? Может быть, еще никто не взял? А? А, Андрей. Ну давай, ласточкой. Есть что-нибудь поесть? Как дела в школе? Отлично. Двойку исправили. Ну-ка, Дневник, покажи. Ну чего вы там не видели? Все. Опять двойка. Так за что? За сочинение. Сказали, завтра что-нибудь не напишу, исправят. Андрей. Пойдем во двор, посмотрим. Там никому машину не понравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова